Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Проанализировав себя, я понимаю, что абьюзер, как выйти из этого состояния, я понимаю, что я стал такой из-за травмирующих событий в своей жизни. Но что бы вы порекомендовала? Ну конечно самый лучший способ прийти на психотерапию и постепенно разбираться с тем, что у нас в общем-то происходит, то есть постепенно изучать это, постепенно исследовать это, вот, и постепенно распутывать вот эти вот клубочки, да, клубочки вашего опыта и значит тех переживаний, которые имеют место быть у вас, я имею ввиду. Это первое. То есть вот лучше всего, конечно, сделать именно это можно было бы. Дальше, вы говорите о том, что вы абьюзер, да, просто, ну, вы говорите о том, что пришли к какому выводу, вот, и вот очень бы хотелось понять, как вы вообще для себя пришли к этому, потому что вы абьюзер. То есть что такого, условно говоря, абьюзивного, да, вы делаете? Потому что, ну, есть вероятность, довольно большая вероятность, как мне кажется, вот. А что вы можете ошибаться, вот. Относительно того, как вы все это видите, вот. Хоть вы сами как будто бы вообще не допускаете эту вероятность, как будто вы сами уверены прямо в том, что правильно идентифицировали своё состояние. А своё состояние, вот, я всё же как-то думаю, что, ну вот, вполне возможно, что вы можете ошибаться, и вполне возможно, что, может быть, вы не бравы. Дальше, значит, вы спрашиваете, чтобы я порекомендовал, да, ну, чтобы мы порекомендовали, как выйти из этого состояния. Вот. А здесь хочется сказать такой важный момент, что задача, где вы ставите себе выход, вот, из какого-то состояния, на мой взгляд, на мой взгляд, не является хорошим. Потому что любое состояние, в котором вы пребываете, да, в котором вы как-то оказываетесь это состояние, оно вам необходимо, то есть оно нужно вам для чего-то. И я думаю, что какие-то потребности ваши могут быть связаны с этим состоянием. Вот. То есть я бы, вот, конечно, ну, не торопился, не торопился бы выходить из этого состояния. Вот. А напротив, напротив, прежде чем выходить, да, посмотрел бы, какие, например, потребности вы могли бы реализовывать в своей модели поведения, ну, вот, в своей такой поведенческой модели, да. Вот. Очевидно, что какие-то, ну, какие-то потребности, какие-то ваши желания, да, они есть, они, ну, как-то присутствуют. И нельзя это, на мой взгляд, по-моему, нельзя это просто игнорировать, да. То есть необходимо учитывать ваши желания, необходимо учитывать ваши подробности и то, почему, ну, почему вы это делаете, для чего. Для чего вы можете это делать. Я думаю, что как-то так можно вам ответить на этот вопрос. Вот. Когда вы увидите свои потребности, да, когда вы увидите свои желания, то, на мой взгляд, вам станет куда проще выйти, ну, даже не выйти, а просто вам станет проще управлять, проще взаимодействовать со своим, ну, вот этим, значит, состоянием. Вот. И я думаю, что оно перестанет иметь над вами такую серьезную, вот, вот, как, ну, как сейчас имеет, да. Вот. Мне кажется, что какой-то такой ответ можно вам предложить, можно вам предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Всего самого доброго вам. Удачи.